Привет, друзья! Это обзор новой 224 главы манги One Punch Man, где Сайтама хочет наказать Тацумаки за плохое поведение. А именно, за то, что она чуть не разрушила его новый дом и чуть не подралась со своей младшей сестрой Фубуки. Ну и, конечно, Сайтама показывает ей свою силу, и та удивляется. А еще она думает, что Сайтама подкатывает к ней, как делась ее младшей сестрой Фубуки. Но, прежде чем мы начнем, я хочу выразить отдельную благодарность людям, которые поддерживают меня донатами. Огромное вам спасибо, друзья! Для тех, кто тоже хочет поддержать меня донатом или подписаться на мой бусти, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Ну а теперь, давайте перейдем к видео. Итак, на обложке главы нас встречает Торнадо Тацумаки, которая явно наблюдает за нами своим ураганным взглядом. Впрочем, так глава и называется. Очевидцы. Ураганный взгляд. Глава начинается с одной семейки, которая направляется в свой новый дом. И это штаб ассоциации героев. Есть малой, который очень фанатеет от героев и мечтает заполучить автографы абсолютно всех. И надеется, что они будут жить по соседству. Батя этого малого замечает какую-то птичку. Точнее, ему так показалось. Ибо эти птички – это Сайтама и Тацумаки, которые только что вылетели из штаба. Они отталкиваются от земли, как мячики. И во время полета Тацумаки возмущается тем, что Сайтама так крепко обхватил ее. И просит себя отпустить. Она крутится, вертится, но ему все это ни почем. Наш лысик ведет себя так, будто все наоборот. Тацу прекратила буйство и спросила, почему тот не отпускает. И че, он подкатывает к ней что ли, а? Сайтама лишь называет ее козой и говорит, что не намерен отпускать ту, которая чуть не разрушила его новый дом. И потом, напоминаю, старый тоже она разрушила. И Сайтама это понял, как только увидел ее силу. Тацумаки приходит в ярость, услышав от него, что тот не даст ей убежать. А зачем ей убегать от какого-то слабака? Но, внезапно, она делает ему комплимент, говоря, что он не так уж и плох. Означает ли это, что он ей понравился? Конечно. Мы с уверенностью можем это утверждать, потому что она удивлена, что, как ей казалось, какой-то слабак, который, мол, бегал за ее сестренкой, оказался не таким уж и слабым. Мысль, конечно, интересная. И она мне нравится. Так вот, она решает поднять планку силы и шелпаном откидывает Сайтаму и спрашивает, ну а вдруг ты выживешь? Она настолько взбудоражена, что он резко стал ей очень интересен. Конечно, на Сайтаме нет и царапины, но увидев, что Татсумаки использовала торнадо, он тоже заинтересовался ей. Тем временем, пока Татсу полностью сконцентрирована на лысике, тот самый каменный шар, в котором она задержала двух эсперов, вдруг рассыпался. И герои заметили тоннель, который они вырыли под себя и сбежали. Они не просто сбежали, а устроили настоящий форсаж с виндизелем. Да, они сумели ускользнуть от героев. А еще мы узнаем, что этого не слабого такого эспера зовут Аполло. И по дороге они замечают, как Татсумаки с кем-то сражается. Аполло обещает отомстить ей, и они уезжают в закат под музыкой «When I See You Again», как в форсаже. Да, никакой музыки, конечно, нет, но так было бы славно. Итак, тем временем бой продолжается. Татсумаки кидает огромные каменные глыбы в Сейтаму, а тот успешно одной лишь рукой отбивается. А в штабе Ассоциации Героев царит паника и недопонимание. Они пытаются разузнать, в чем дело. Но ни система слежения, ничего из этого не работает. Да и Стальной Рыцарь куда-то вдруг пропал. Они думают, что это, скорее всего, дело рук монстров. Раз они вырвались из подвала, скорее всего, они еще и снаружи появились. Насчет Стального Рыцаря. Я понимаю, что многие из вас и так поняли. Но для тех, кто не в курсе, хочу напомнить, что он знает о силе Сейтамы. И пока что никому эту информацию он рассказывать не станет. Потому что решил сперва проследить за ним и узнать, на что он способен. Что сейчас и делает. Он стопудовше сидит за креслом и наблюдает за битвой Сейтамы и Тацумаки. Как мы с вами. Тем временем, семейки на внедорожнике пытаются убраться из этой заварушки. Но мальцу все нравится. Он напоминает мне нас с вами, которые сейчас так и смотрят на новую главу. Он, как и многие, берет бинокль и наблюдает за Тацумаки. Он, конечно, сразу узнает ее и догадывается, что она с кем-то сражается. И он бы узнал с кем, если бы Сейтамы не стоял за камнем с другой стороны. Батя мальца говорит, что на те герои С-класса. Теперь-то хоть успокоился, но ему этого недостаточно. И он хочет услышать героиню. И тут на них летит огромный кусок камня, но Сейтамы ее отбивает и просит Тацумаки быть повнимательнее. Она такая типа, не неси бреды, я и сама без тебя знаю. Сейтама понимает, что говорить с ним без толку. И думает, что будет лучше, если ее просто вымотать, пока поблизости нету домов и людей. Он начинает действовать. И первое, что он делает, это уже двумя руками разбрасывать все камни, которыми она его атакует. И тут он тоже случайно отбрасывает камень в сторону машины. И моментально, на высокой скорости пытается предотвратить это, но Тацумаки поднимает машину и опережает его. Говоря, чтобы он тоже смотрел, куда отбивает камни. Один-один. Это-то ладно, но то, что она сказала дальше, ой-ой-ой. Она назвала его лысиком. А если вы не знали, его очень сильно бесит, когда его так зовут. И в бешенстве Сейтама отвечает ей, что она малявка. Да, это бесит ее. И тут, кажется, должен начаться более серьезный бой. Тацумаки говорит, что сперва нашинкует его и сделает из него одобрение для растений. Она избавляется от машины. Точнее, просто бросает ее на землю. И тут же начинает увеличивать силу атаки. А Сейтама бежит, куда глаза глядят. Конечно, это не со страху. Он просто не хочет, чтобы она или он опять случайно как-то навредили этим людям в машине. Она думает, что он просто решил убежать от нее. Называя его бестолочью. И задавая вопрос, неужели он хотел, чтобы она доверила ему Фобуки. И просит, чтобы он забыл о ней и катился на все четыре стороны. Сейтама ухмеляется, потому что они уже достаточно далеко от людей. И он теперь хочет поскорее домой. А для этого ему надо остановить Тацумаки. Которая не намерена просто так сдаться. Что ж, на этом глава заканчивается. Насчет того, что Тацумаки просила Сейтаму забыть о Фобуке. Хмм, вам не кажется это как-то подозрительным? Такое ощущение, будто у нее проснулась ревность. И заинтересовавшись Сейтамой, что является неопривежимым фактом, и это нам четко показали в этой главе, она хочет быть Сейтамой. Ну или, проще говоря, он ей понравился, и она реально им заинтересовалась. Она ведь думает, что он бегает за Фобуки, потому что она ему нравится. Но она-то не знает, что это не так. А еще, зачем ей говорить, чтобы Сейтама от нее отстал? Я понимаю, если бы он действительно был слабаком, как группировка Фобуки, от которой Тацумаки сама хотела избавиться, так как не хочет, чтобы ее сестру окружали слабые, ни на что не способные люди, Это ладно, но что мы сейчас имеем? Сейтама показал себя очень сильным парнем, который крепко схватился за нее и не отпускал, пока Таня начнет его слушать и не прекратит буйствовать. Хоть и не полностью, но все же он добился своего. Помимо этого, он показал невероятную прочность и силу. Это тоже она заметила. И это вынуждает нас сделать логичный вывод. Сейтама понравился Тацумаки. Напишите свое мнение в комментариях. Вы бы хотели, чтобы Сейтаме нравилось Тацумаки, ну или же Фобуки. Конечно, я не думаю, что в One Punch Man начнется какая-то открытая романтика, но вот такие подобные намеки будут. Что ж, если вам понравился мой обзор, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Огромное всем спасибо за поддержку, друзья. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока.